Каждую среду в студии телеканала Самарагиз мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Самарские преподаватели Людмила Гроховская и Сергей Мамченко стали лауреатами премии лучших преподавателей в области музыкального искусства 2023 года, учрежденной указом президента Российской Федерации. По каким критериям эксперты выбирали победителей? Сколько талантливых музыкантов вырастили самарские педагоги? В нашей студии Людмила Гроховская, преподаватель по классу «Виланчири» в детской музыкальной школе имени Дмитрия Борисовича Кабалевского и Сергей Мамченко, преподаватель по классу «Балалайки» в детской музыкальной школе имени Петра Ильича Чайковского. Людмила Ивановна, Сергей Николаевич, здравствуйте и большое спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Здравствуйте. Ну и давайте, знаете, вот начнем с чего. Вы и ваши ученики участвовали во многих конкурсах. В чем особенность вот именно этого конкурса премии лучших преподавателей учрежденной указом президента Российской Федерации? Ну, с кого начнем? Людмила Ивановна, прошу вас следить. Ну, хорошо. Ну, вы знаете, это, в общем-то, конкурс педагогов. Насколько они хорошо, качественно работают? Какой у них процент замечательных учеников, которые пошли в наше дело? Ну, я думаю, Сергей Николаевич тоже своего рода добавит. Ну, в первую очередь, конечно, здесь сейчас этот конкурс педагогического совершенства, да, педагогического мастерства, а дальше, то есть, мы сейчас все работаем по предпрофессиональным программам, то есть, эти программы более насыщенные, более разнообразные, да, то есть, имеют определенный, ну, такой качественный шаг вперед. Вот, естественно, в музыкальной школах дети уже учатся у нас не пять лет, как на народном инструменте раньше учились, а уже восемь-девять лет учатся. Восемь-девять лет сейчас учатся? Восемь-девять лет, и поэтому здесь этот процесс, но он идет довольно-таки очень такой насыщенный. Ребенок получает такие знания, которые действительно в музыкальной школе, это, можно сказать так, высший пилотаж, да, то есть, он начинает уже играть наушники, уровне где-то студентов музыкального училища, то есть, достигает такого уровня за девять лет, да, то есть, уже проведение такого ранга. Конечно, есть разные дети, разные, в общем, подходы к детям, но я имею в виду вот этот конкурс именно профессионального мастерства, педагогический, он проводится по всей России, и, конечно, выявляет, ну, наверное, самых таких лучших, конечно, преподавателей, новаторов, наверное, в своем, как бы, педагогической деятельности, и уже там экспертные комиссии в Москве, в Министерстве культуры, они, да, смотрят, собирается определенный портфолио, не просто так вот там фамилия, да, а при определенном портфолио, да, несколько лет собирается, дается определенные видеозаписи, может быть, может быть, там, дипломы, грамоты и все вот это вот вместе суммируется, и, конечно, экспертная комиссия выбирает, а по Союзу у нас, ну, сами можете представить, что очень много, конечно, этих портфолио подается в Министерство, и выбирает, ну, вот выбрали где-то, наверное, около ста человек только. Со всей страны? Со всей России, да, и в нашей области... Это уже попасть туда? Это в нашей области вот три человека. Это еще вот, сейчас скажу, верник из-за отрадного, верников, да. Из-за отрадного еще преподавателя. То есть, на самом деле, это большое достижение. Я, кстати, знаете, вот о чем хотел спросить вас? Вот для вас, как преподавателя, людей, которые очень давно, я знаю, очень давно работают с детьми, делаются благое дело. Вот насколько приятно вот такое внимание, когда создается конкурс, ну, премия именно лучших педагогов-музыкантов? Вот насколько это вообще актуально? Вот, Людмила, это вот с вас начнем. Насколько это вообще, ну, я не знаю, в хорошем смысле душа греет? Это действительно что-то новаторское, потому что раньше весь престиж хорошего педагога, он как бы раес в нашей вот тесной компании музыкантов, преподавателей. Все, конечно, знают Сергея Николаевича Мамченко, но в какой-то степени знают Гроховского Людмилы Ивановна как преподавателя, да, конечно. Вот, но мы как бы варились вот в своем котле. А теперь это вышло на уровень России, и это очень приятно, что отмечают не только производителей, передовиков, но еще и преподавателей. И это приятно, конечно. Сергей Николаевич. Ну, здесь я хочу добавить просто, конечно, этот конкурс просто он вообще давно провел, давно он уже организован, да. Я вот был участником, ну, я не знаю, первого или второго конкурса, это 2009 год, да, тоже так же звание получил, да, лучший преподаватель. Ну, естественно, там премии, только уже были другие эквиваленты в денежном эквиваленте, да. То есть, поэтому конкурсы, они проводятся, ну, не знаю, ежегодно, не ежегодно, но, по крайней мере, они придают какой-то определенный стимул не просто преподавателям, те, кто участвует, да, но и преподавателям, наверное, тех учреждений, где они работают, да. То есть, вы понимаете, вот очень многие, ну, просто рады, конечно, за то, что вот это все произошло. Я, честно, сам говорю, даже не ожидал. То есть, почему? Потому что, ну, сложно это, я знаю, что здесь уже надо быть, ну, наверное, высший пилотаж такой иметь, да, чтобы получить эту премию. Но, по крайней мере, да, стремление, стремление и желание, чтобы работать еще лучше, работать с детьми еще лучше, оно есть и будет, да. А эта премия, это просто как, ну, просто поощрение какое-то определенное. Мы работали, как работали, так и будем работать. Ну, это понятно. Да, может быть, еще лучше, да. Но премия – это тоже очень хорошее. Да, ну, это как поощрение, да, это, конечно, спасибо государству в этом плане, да. Согласен. Вот, эксперты оценивали авторские методы преподавания кандидатов и творческие достижения учеников. Вот давайте об этом. Расскажите о достижениях ваших учеников, ну, и в чем особенность вашего метода преподавания. Может быть, вот, Людмила Ивановна, давайте с вас еще. Ну, вот, Сергей Николаевич сказал, что мы как работали, так работаем. Ну, наверное, действительно… Нет, понятно, что виланчель – это инструмент, которому, наверное, столетие. И понятно, что техника там, она меняется, но, тем не менее… И не одно столетие, конечно же. Вот, и, ну, само преподавание своего инструмента, я считаю, наш инструмент трудный. Конечно. Вот, потому что чисто физически освоить его трудно, вот, приемы трудные. Но зато отдача от нашего инструмента, от звучания нашего инструмента, ну, настолько богатая палитра этого звучания, что можно сравнить разве только с человеческой душой еще. А правда говорят, что вот по частотным диапазонам он совпадает с человеческим голосом? Я дилетант, вот вы мне скажите. Конечно, конечно, поэтому… То есть он как человек разговаривает, виланчель. Да. Она разговаривает как человек, виланчель. Ну, и она разговаривает действительно как человек. Очень созвучно, очень… Играть на ней даже полезно, я бы сказала, в том плане, что это для здоровья полезно. Это развивает, развивает, ну, и здоровье, и мыслительный процесс. Вот, несомненно то, что вот мы в кинофильмах видим какие-то лирические моменты, моменты переживания, это сопровождается именно звучанием виоланчели. Поэтому дети, которые приходят ко мне учиться и слышат этот инструмент, они очень быстро влюбляются в него. Вот, и, в общем, со всей отдачей занимаются у меня. Ну, у меня очень хорошие… Вообще, в априори ученики, я их как бы и сама люблю. Да, я понимаю, что вы любите всех, но кто это достижение показал? Да, и они отвечают мне тем же самым. Вот, а многие уже пополнили оркестры, наш симфонический оркестр филармонии, оперный оркестр. Есть дети, которые в Москве, ну, трудно сказать, что это дети, уже 20 лет, молодому человеку Никиту Махов, которые играл у нас в филармонии с нашим оркестром. А сейчас он продолжает учиться в консерватории и очень востребован как исполнитель среди педагогов московских. Здорово. Да, вот. Ну, есть дети, которые, может быть, не стали музыкантами, но они в своей профессии все равно замечательные люди. Вот есть у меня первая моя выпускница, Леночка Башканова, которая стала редактором журнала, например, очень известного и популярного. Вот, есть... То есть музыка, она как бы очень хорошо развивает общий интеллект? Я считаю, что да. Обязательно интеллект, мысль, душевные какие-то качества. Сергей Николаевич, вот, а ваши ученики, кстати, вы согласны с тем, что занятия музыкой, они, ну, скажем так, делают человека умнее? Да не то, что умнее, а духовно богатым человеком, да? Наверное, так, от этого надо исходить, что все правильно, не все ученики должны продолжать учиться, допустим, в консерватории. Есть одаренные дети, которых мы видим, которых мы воспитываем, которые ведем их по жизни в этом направлении. И, ну, вот взять просто пример Дмитрия Буцкого, да? Это сейчас вот у нас руководитель ассамбля фонг-бэнд, да? При филармонии. То есть... Это ваш ученик? Да, это мой ученик, который, да, пришел в школу музыкальную вообще учиться. Он сам рассказывал в интервью очень много. Я пришел учиться на гитаре, да? И меня вдруг уговорил Сергей Николаевич там на балаке, то есть попробовать, да? Ну, и, в общем, до такой степени влюбился в этот инструмент, что, да, действительно, показал очень большие результаты. Потом продолжил учебу в музыкальном училище. Потом поступил в Гнезденскую академию музыки. И сейчас у нас работает здесь в Самаре, да? Приехал в Самару. Не просто где-то в Москве остался, а пришел сюда, на родину, да? И, естественно, он сейчас развивает этот вид искусства, да? Постоянно устраивает концерты, ну, это интересно, дети это видят, слышат, да? И балайка вообще претерпела очень большое такое развитие. Я же вот сказал уже, что сам процесс обучения очень такой длительный, да? Ну, 9 лет, конечно. Мы больше всех учимся, музыканты больше всех учатся, больше всех профессий. То есть мы учимся 9, 4 и 5, да? Представляете, 18 лет, мы только учимся. Ну, и, конечно, дальше продолжается то же самое учеба. Если педагог, он не занимается, если он не развивается в этом, на этом поприще, то, естественно, значит, у него все хуже и хуже становится. Здесь постоянное развитие должно быть и педагога, и ученика. Вот такое взаимодействие, да? Ну, и, конечно, большую роль здесь должны играть и родители, да? То есть если родители заинтересованы, чтобы их ученик, ну, по крайней мере, закончил школу с отличием и хорошо играл на инструменте, на любом инструменте, да не только балайка, то есть непосредственно участие его самое главное должно быть. Родители. Контроль, подсказывать, где-то развивать. То есть вот это вот совместный такой треугольник ученик, педагог и родители. То есть это успех стопроцентный, да? Ну да, тем более, вы же, насколько я знаю, вы же еще и преподаете в Самарском музыкальном училище. Да, да, вот. То есть поэтому это уже так... Многие ученики поступают потом из музыкальной школы, допустим, да, музыкальное училище. Под ваши чуткие руководства. Да, и здесь они вот, ну, взять такие имена, как Сергей Зуев, который вообще в музыкальной школе учился на Домре. На Домре, 8 лет проучился на Домре, потом я его пригласил в музыкальное училище на балалайку. Он закончил курс балалайки, 4 года, да, проучился. Закончил Гнесинскую академию музыки. То есть вот этот такой порыв, цели, задачи были поставлены перед ним самим, да? Он поставил перед собой цель учиться дальше. То есть его достиг этих больших результатов. Многие ребята, которые закончили наше музыкальное училище, это закончили Казанскую консерваторию, это Гришин Алексей, который работает из первых учеников моих еще, конец 90-х годов. Он сейчас работает в Казанском государственном оркестре народных инструментов, солист, да? Это Шиян Алена, да, которая закончила училище и директор. А, поступила в университет педагогический, московский, да? И директор музыкальной школы города Хинки, там где-то в какой-то школе, да? То есть, вы понимаете, результаты очень большие. Саратовская консерватория, ну, естественно. В Сарасе. Ну, все о ней будем говорить, да. Ну, по крайней мере, они продолжают учиться дальше. Вот это самое. Ну, наш, а, Яков Клеймёнов, который тоже закончил Гнесинскую академию, сейчас работает в Институте культуры, педагог по классу балалайки. То есть, ну, великолепные балалайщики, да? То есть, у нас, да, педагогов у нас не хватает в музыкальных школах, если мы сейчас разберемся, да? Да и по Вилончили, тоже я знаю, это прекрасно, да? Во многих школах просто нет этого инструмента, да? Потому что нет педагогических кадров. И у нас в музыкальных школах, конечно, и по балалайке тоже очень сложно. Это, конечно, нас точно надо. Ну, конечно, есть над чем работать. Да, здесь... Я сейчас предлагаю, знаете, что сделать? Сделать паузу. Сейчас мы посмотрим сюжет. Он будет касаться вот такой темы, как у нас есть уникальный ансамбль для виолончелистов «Ноктюрн». Людмилу Ивановну руководит. Ну, и вообще посмотрим, как выступают ученики Людмилу Ивановну, затем продолжим нашу беседу, а затем посмотрим сюжет, уже касающийся балалайки тоже. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Людмила Ивановна, вот ваш оркестр, ансамбль уникальный виолончелистов «Ноктюрн» Дима Торзок 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 коллектив. Это звание у нас уже давным-давно держится. А начиналось все не с такого большого количества детей. У меня в первые годы моего преподавания четыре человека были совершенно уникальные. Мои ученики, которые были очень одаренные, очень талантливые. И вот с них начинался ансамбль. То есть мы брали очень серьезные программы и выступали, и выступали даже на сцене филармонии. Потом он прирастал и становился больше и больше. Одно время было замечательно, когда дети сами организовали свой ансамбль «Апокалиптика». Это, вы знаете, такой финский квартет филончелистов. Такая жесткая металлика. Да, есть такое направление, да. Да. И вот они сами этим зародились. Я, конечно, им помогала, как только могла. И выступали. Настолько они были востребованы, что даже институты были, если они узнавали, вот приходили к нам студенты и просили, чтобы они выступили у них. Там, политехнический институт, аэрокос. Вот. То есть это дети сами были, в общем, вот в этом. То есть им это очень нравилось. Мы очень много, и, в общем, из репертуара «Апокалиптики» мы очень много играли. Вот. Но такой классический ансамбль, как вот у нас сейчас, вот в таком большом количестве, он где-то 86-й год, наверное, дата такое рождения. Тоже мы в своем составе ездили в Москву. Выступали там в Московской консерватории. То есть в музыкальной школе при Московской консерватории. Вот. Познакомились с Кириллом Родином, который с нами много занимался. Он нам показывал. То есть такое тесное общение. Это было такое яркое событие для нас всех, что мы всем составом ездили в Москву. То есть... — Кстати, я прошу прощения, прерываю, просто времени так много. Вот хотелось уточнить. А вот еще Академия Башмета же, насколько я знаю, приезжает. И там вот кто-то ведь из ваших тоже учеников в ней участвует вот в этом. — Вы знаете, Академия Башмета — это очень хорошее такое завоевание последнего времени, потому что вот чисто наставники — это вот наши педагоги из Академии Башмета. То есть Юрий Абрамович Башмет собирает самых лучших музыкантов, российских музыкантов, которые востребуют в мире. — И привозят. — Да, и привозят сюда, к нам. То есть они находят лазеечку в своем графике выступлений. Это первая декада июня. И когда они сюда приезжают, эти музыканты... То есть это профиль, опять-таки, духовые инструменты, фортепиано, как минимум два преподавателя, два преподавателя по скрипке, велочелисты. Вот. И начинают работать с нашими детьми. То есть это тоже, это высший уровень. То есть тем более, когда приходится играть вместе с ними. — Это подтягивает себя на их уринке. — Это подтягивает. — Да. Вот, например, в этом году мою девочку-участницу пригласили поиграть в трио вместе с флитистами. И преподаватель был профессор из Сербии, Марина Нинадович. — Это событие для ребенка. — Да. Такой лучезарный человек, такой открытый. Столько было позитива в ее работе с нашими детьми. И, конечно, это все оплачивало старицей. Замечательное было такое трио. Она останется у нас в памяти. А преподаватель по классу велончели, когда увидел наше выступление, он сказал, он просто обомлел. Как это такое количество велончелей? Они все идут и идут. Это какая-то банда велончелистов. Вот. Ну, то есть это все было очень-очень приятно. Про саму Академию могу сказать, что вот она сейчас в этом году была 13-я Академия. То есть 13 лет существует. И это очень замечательно, конечно. Потому что преподаватели дружат с нашими детьми. Контакты остаются. И, в общем-то... — Это развитие. — Да. — Это развитие. — И наши дети могут ехать в Москву и пользоваться помощью этих преподавателей. — Я предлагаю сделать еще одну паузу. Посмотрим сюжет. Теперь касается балалайки. Затем продолжим беседу. Уже поговорим об ансамбле «Балалайка», который вот Сергей Николаевич, уважаемый, создал в свое время и который работает. Давайте посмотрим. «Балалайка» МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Сергей Николаевич, а ноги в пляс идут, вот если сейчас себя поймал на мысли. Когда был создан ансамбль балалайка, и еще, насколько я знаю, есть еще педагогический ансамбль народных инструментов, удостойные звания народный самодеятельный коллектив, вот кто участвует, где участвует? Балайка, ансамбль балалайка, он уже ему 20 лет, да? То есть где-то 2004 год. То есть что в основу закладывалось вообще? То есть, ну, конечно, развитие именно инструментального сольного исполнительства, да? То есть если вы обратили внимание, то есть мы как бы отказались от баяна, да? Как правило, всегда в таких вот инструментальных составах, да, включают баяна. То есть добрый балалайка, баян, да? То есть более как бы, ну, расширяющий такой репертуар в первую очередь, да? Здесь мы все-таки стали относиться, то есть создал для того, чтобы чисто балайчный такой вот коллектив был, да? Это первая, наверное, такая особенность этого коллектива. Дальше. Да, здесь мы уже говорим о том, что каждый из ансамблей является солистом. Вот не просто как исполнитель какой-то определенной функции. Одного не будет, значит, уже произведение, оно не будет звучать. Здесь каждый из инструменталистов, он является солистом этого ансамбля. То есть вот это самая такая главная особенность. И да, поколения меняются. То есть начинали мы первые вообще произведения, это Полька Пицциката Штрауссу, да? То есть такие несложные произведения. «Русский марш», «Василия Андреева». Сейчас, конечно, со временем, конечно, репертуар он расширяется, да? И за эти 20 лет, конечно, много ребят прошло через призму этого ансамбля. Выступлений было множество различных. То есть на всех, на многих площадках, я даже сейчас, если перечислять, это много времени займет, да? Участвовали в различных конкурсах, то есть фестивалях, да? Неоднократно ездили в Москву, то же самое, на выступление, да? Ну, всегда выходили с победы, да? То есть вот это вот... Да, люди еще бы покрыли. Вот это вот просто не схожесть с другими коллективами, да? Не схожесть, то есть своя какая-то вот... Своё лицо. Своё лицо. И вот это придает, наверное, такой вот интерес к этому звучанию. То есть, посмотрите, здесь нет у нас вот баяна, да, таких призвуков, да? Чисто валачный коллектив. То есть вот это вот особенность, наверное, этого коллектива. Ну и, конечно, ребята просто, ну, профессионалы, они вырастают в первую очередь. Это то, что коллективная музыцира на сегодняшний день – это одна из особенностей вообще программы предпрофессиональной, да? То есть развивать не только солиста, как, допустим, исполнителя, а чтобы он в коллективе участвовал. То есть вот, допустим, чтобы в хоре он пел, чтобы он играл в оркестре, в ансамблях, да? Это одна из особенностей такого развития вообще всестороннего развития вот именно учеников, да? Я прошу прощения, Сергей Николаевич, время прямо вот совершенно незаметно, программа пролетает. А вопрос важнейший я хотел задать вот и вам, и вам, Людмила Ивановна. Вот скажите, пожалуйста, когда ребёнка нужно, вот если родители решили, чтобы он, ну, и чтобы он захотел заниматься, вот когда нужно отдавать его в музыкальную школу и как выбрать инструмент? Вот, ну, Людмила Ивановна, скажите, и вот, ну, ваша школа и ваша школа, прям кратенько очень, осталась совсем одна минутка. Ну, я сразу могу сказать, что наша школа просто замечательная, это кладезь замечательных преподавателей. В каком возрасте? А в возрасте, я думаю, это надо смотреть на ребёнка. Если он проявил инициативу, интерес к музыке, надо брать его и вести. И у нас занимается пред, ну, то есть подготовительная такая, начальная подготовительная образовательная программа с 4,5 лет. Вот, я понял. Сергей Николаевич, вот. Нет, здесь я немножко другого, конечно, мнения. Всё-таки очень тяжело работать с такими детьми. Да. Здесь, наверное, лучше всего брать детей 6 лет, 6-7 лет. Вот он пошёл в первый класс школы, он уже начинает что-то понимать и соображать, да. Спасибо большое, большое спасибо. Уверен, мы с вами увидимся вновь, потому что, на самом деле, очень много интересных тем. Напоминаю, в нашей студии были Людмила Гроховская, преподатель по классу виолончели в детской музыкальной школе имени Дмитрия Борисовича Кабалевского, и Сергей Мамченко, преподатель по классу балалайки в детской музыкальной школе имени Петра Ильича Чайковского. Занимайтесь музыкой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова